Дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов участились в городе, сообщают сотрудники ГИБДД. Зачастую под колеса попадают и велосипедисты. За 6 месяцев 2017 года на территории обслуживания ОГИБДД МВД России по городу Урая было совершено одно ДТП с участием велосипедиста. Это был несовершеннолетний велосипедист, который не спешился при переходе проезжей части. В прошлом году у нас было совершено с велосипедистами за 6 месяцев 4 ДТП, из них 3 ДТП с участием детей. Одна из причин таких ДТП – несоблюдение правил безопасности велосипедистами. Как говорят сотрудники ГИБДД, они зачастую пренебрегают правилами и поэтому попадают под колеса автомобиля. Что же нужно делать, чтобы безопасно перебраться на другую сторону дороги? В первую очередь велосипедистам, передвигающимся на территории города Урая, хотелось бы напомнить о том, что при пересечении проезжей части необходимо спешиться с велосипеда, вести его рядом с собой. При переходе проезжей части на велосипедистов распространяются правила, как на пешеходов. То есть убедиться в безопасности своего движения, убедиться в том, что автомобили заметили вас, остановились и предоставляют вам преимущество движения. В течение недели сотрудники ДПС проводили акцию «Безопасный пешеходный переход». Полицейские посетили один из детских садов города. Здесь же у детского сада провели будущих первоклассников по зебре. Дошкалята внимательно слушали инспектора и с любопытством наблюдали за его действиями. Пока шли по переходу, они бурно обсуждали все происходящее на уличной дорожке и рассказывали все про установленные знаки. С 10 по 14 июля на территории обслуживания ГИБДД МВД по городу Урая проходит профилактическая акция «Безопасный пешеходный переход», в рамках которого в дошкольных образовательных учреждениях, а также в пришкольных лагерях будут проведены профилактические мероприятия с детьми, профилактические беседы. Будут организованы различные игры-викторины на тему правил дорожного движения. Сейчас в Урае устанавливают светофоры, дополнительные знаки на светоотражающем фоне, оборудуют искусственные неровности и устанавливают заборчики. И все это для того, чтобы обезопасить водителей и пешеходов от неприятных ситуаций. Но также жителям не нужно забывать о правилах безопасности, хотя бы потому, что только за полгода произошло 4 ДТП с участием пешеходов. Ольга Истемна, Александр Кашкин. Специально для новостей.